К чему снится бассейн? Ну, начнем с того, что это вода. Вода связана с информацией и с эмоциями. И это ограничение. Ограничение информации, конкретной информации и ограничение конкретных эмоций. То есть то, что человек должен знать или то, что он хочет именно конкретно получить. Дальше. Смотрим, что мы в аду. Вода чистая, прозрачная. Это очень хорошо. Значит, чистые, хорошие помыслы, чистая информация будет, не грязная, ничего. Это хорошо. Грязная информация – это к сплетням. Это к нехорошей информации, то есть, которую вам вы получите, неприятная информация. Если чистая, значит, все хорошо, все нормально. Дальше. Смотря что там плавает. Если рыбки плавают, рыбки плавают в бассейне, вы видите, это может быть к беременности или к желанию беременности, может быть. Следующее. Плавать. Если вы плаваете в бассейне, значит, здесь идет то, что вы хорошо можете ориентироваться в своих желаниях, в той информации, которую вы получите. Удовольствие. Опять смотрим. Если вы получаете удовольствие от того, что вы плаваете в бассейне, это тоже очень хорошо. Почему? Потому что вы получите удовольствие от реализации ваших чувств, эмоций, потому что вода еще связана с чувствами, эмоциями. Поэтому вот когда рыбки плавают, там, значит, это большая вероятность беременности. Большая вероятность беременности и желанной беременности, если вы получаете удовольствие. Если все-таки рыбка плавает, и вода не очень чистая такая, мутная и все остальное, может быть, это нежелательная беременность. Такое бывает тоже. Прыгать в бассейн – это внезапное решение. То есть вы внезапно решаетесь на какие-то цели, действия для того, чтобы реализовались ваши мечты. Это может быть решительное действие в разных направлениях. Это решительное действие – получить какую-то информацию или работать с какой-то информацией. Если бассейн замерз, вы видите лед в нем или очень холодная вода, это остывание отношений. Это остывание. Может быть, почему ограничение? Надо смотреть, где. Если вот как здесь бассейн, например, домашний бассейн, он связан больше с домом. Бассейн находится на даче. Опять, время. Время – это выходные дни. Вот если вы видите бассейн, который находится на даче, это во время отдыха события могут происходить. Если это все-таки общественный, вот бассейн общественный, это связано, ну, где-то с общественным, может быть, экрегором, к какому-то вы подключаетесь. Если бассейн все-таки холодный, охлаждение чувств, холодные эмоции, вот потому что вода – это с эмоциями связано. Если замерз вообще, то тут, скорее всего, к разводу может идти. Почему? Потому что ваши отношения уже замерзли. Или им надо дать где-то отдых. Может быть, съездить куда-то, уехать, отдохнуть друг от друга. Такое тоже может быть. А может быть, и наоборот растопить лед, может быть, вместе куда-то съездить. Опять зависит от всего контекста сна. Вот, например, женщина видела, что в бассейне она… Опять надо смотреть, кто находится в этом бассейне, кто рядом находится. Почему? Потому что не только один символ, а значение имеет весь сон. Если женщина видела во сне, что она плавала в бассейне, и рядом на бортике сидел ее бывший муж, это не говорит о том, что это бывший муж рядом будет. Она с ним давно развелась, и уже про него практически ничего не знала. И она познакомилась с мужчиной, за которого впоследствии вышла замуж. То есть мы уже говорили о том, что бывший муж – это говорит о том, что это мужчина может прийти в жизнь, с которым можно построить серьезные семейные отношения. Очень важно, если вы плаваете, в каком цвете у вас купальник, какой цвет бассейна. Если ярко, видно, что это, например, бассейн, например, синего цвета, это может быть отдых. Если бассейн, а если вы в купальнике, вот вы видите, купальник ярко, если ярко-красный, это к эмоциям и к любви вполне возможно. Это может быть к сексуальным отношениям, если вы плаваете в бассейне. Поэтому цвет играет. Если черный цвет и вода мутная, значит, неприятности какие-то будут, эмоциональные неприятности, которые могут вас, будем говорить, вернуть в депрессивное состояние. А если вообще черный цвет, это могут быть даже эмоции, которые могут быть связаны с похоронами, какими-то с расставаниями. Обнаженный, человек обнаженный, тоже говорит о том, что человек не защищен в своем одиночестве. Он может быть и женат, или замужем, и все остальное. Но в эмоциях человек может оставаться даже в браке, в одиночестве. Расскажу сон, очень интересный. Поэтому давным-давно когда-то женщина пришла ко мне. Проблема у нее была такая, что у ней в области пупка было уплотнение. Ни один врач не мог показать, что это такое, почему это уплотнение есть у женщины. Разные были версии, но они ничем не подтвердались. И женщина рассказала мне сон. Она рассказала сон, что он находится в бассейне, а по краю, вдоль, ходит дьявол, который держит ее за черный шланг. И она держится за черный шланг. И она впоследствии, я узнала, что женщина занимается буквально в этот же вечер, занимается черной магией. У нее книга «Черная магия». Она мне аккуратненько все это рассказала. Говорит, да, мне это очень интересует. И у меня есть книга, которую бабушка мне передала и все остальное. Но это эгрегорная часть. То есть человек подключен к эгрегору, который питается вот именно ее эмоциями, естественно, и плюс ко всему тому же и он ею питается. Поэтому вот этот вот шланг – это как бы подпитка одного-второго. То есть это эгрегор, который человек подключился именно к эгрегору-дьяволу. Может показывать еще дачный вариант, я говорила. Дачный, общественный и все остальное. Может указывать дача, может указывать, вот как сейчас. Это время, когда могут исполниться. Или ваши желания, или информация прийти, или еще когда-нибудь. Это выходные дни. Или во время отдыха. Спасибо. Спасибо. Спасибо.